Всем привет еще раз. Меня зовут Илья Чекмарев. Я iOS-разработчик Wellops. Если кто-то не знаком, то Wellops — это мобильное приложение, которое такое современное умное фитнес-приложение. Мы даем пользователю возможности тренироваться, составляем план питания и так далее. И мы придумали сделать виджеты для наших пользователей. Сейчас я расскажу о том, что вообще из-за этого вышло. О чем будет доклад? Как работают эти три виджеты, которые слева? Я сейчас о каждом из них подробнее расскажу. О моих ощущениях работы со SwiftUI и виджет-китом. И вообще, наверное, в течение доклада я отвечу на такой вопрос, зачем нам это вообще нужно было, в чем прикол использования виджетов. Итак, здесь три виджета. Самый левый из них — это виджет фастинга. Для тех, кто не знает, что такое фастинг, фастинг — это интервальное голодание, когда человек может, например, по самой базовой схеме 16 часов не есть и 8 часов есть. И удобно очень сильно отслеживать интервалы и сколько времени осталось до следующего интервала. Поэтому у нас в приложении уже реализован сам фастинг. Мы решили добавить лишь виджет на хоум-скрин для наших пользователей, чтобы они видели сразу, сколько им осталось, например, до следующего приема пищи. Следующий виджет — это виджет шагов. Это взято практически с нашего хоум-скрина в нашем приложении. Мы показываем пользователю, сколько он прошел сейчас шагов из дневной нормы и показываем all-прогресс вот такой вот аркой. К сожалению, система и приложение стандартное Activity не показывает количество шагов, поэтому мы решили добавить свое, которое просто бы показывало шаги. И последний виджет — это виджет блога. У нас блог — это, скорее всего, такая лента с полезными советами, статьями и так далее. Поэтому мы хотим, чтобы пользователь видел актуальный контент и видел контент, который, может быть, он пропустил, который там в ленте просто ниже. Поэтому мы решили сделать виджет блога, чтобы увеличивать проникновение именно пользователями на наш контент. Прежде чем я расскажу про сами виджеты, давайте немножко вспомним о них, о самих виджетах. Может быть, кто-то с ними не сталкивался, не работал или даже не добавлял к себе в iPhone, хотя это очень удобно. Apple добавила виджеты вместе с iOS 14. Как говорит Apple, у них свои особенности работы с дизайном. Например, скругления должны полностью соответствовать скруглением самого виджета на экране, а на различных девайсах оно разное. У виджетов есть разные размеры, их всего три. Они все есть на слайде — это small, medium и large. Нужно, как говорят Apple, в зависимости от размера вашего виджета и его пространства отображать информацию, относящуюся только к идее вашего виджета. Например, если это виджет погоды, вы отображаете там только погоду. И Apple говорит нам о том, что нельзя делать пустые виджеты, чтобы люди не делали виджеты, состоящие, например, только из одной иконки или какой-то картинки. И информация на виджете должна быть актуальной и динамической. Это тоже, которое требование выдвигает Apple. И, например, из своих виджетов, как весь календарь или погоды, показывают, что нужно обновлять виджеты и показывать пользователю всегда актуальный контент. Это такие вот даже, по сути, требования являются от Apple. Более подробно о виджетах рассказывается в сессиях DubDub, который был в этом году. Здесь указаны все шесть сессий о виджетах, которые были. Я очень сильно советую посмотреть вот этому молодого человека справа. Его зовут Изи. И он ведет три сессии, которые widgets code along, все три части, потому что это новый формат для DubDub, и они там показывали больше в формате воркшопа. Наверное, самые все нюансы проработаны именно в этих сессиях. Так что, если вы хотите научиться работать с виджетами, советую очень сильно посмотреть эти видео. Прежде чем, опять-таки, перейти дальше, я расскажу о большом таком нюансе, о самой корлойке работы в виджетах, об обновлениях виджетов с помощью таймлайнов. Apple достаточно подробно попыталась это сама рассказать, но мне кажется, это сложно, поэтому давайте я напомню вам. Что такое таймлайн? Таймлайн, по сути, это временной такой отрезок, в котором мы добавляем тайм-энтри. Что такое тайм-энтри? Тайм-энтри – это даты и время, в которые будет обновлен ваш виджет, конкретные даты и время, и контент, который вы уже сами добавляете, чтобы показать его как раз-таки пользователю. Например, ту же самую погоду на текущий час. Фан таймлайн как раз-таки отвечает за обновление виджетов, и таймлайн сам тоже можно обновлять, то ли перезаписывать в него и тайм-энтри. Для этого Apple сделал механизм таймлайн-релод-полиси, и сейчас я конкретнее поговорю о его видах, потому что именно в этом заключается основная работа с виджетами. И после того, как срабатывает релод-полиси, вызывается функция get-таймлайн, куда как раз-таки вы как разработчик подсовываете новые энтрии, новый таймлайн. И начну я с первого релод-полиси, о котором хочется рассказать. Он, наверное, самый простой – это релод-полиси-нэвер. Когда вы, например, задаете одну энтрии, указываете у таймлайна релод-полиси-нэвер, и все, ваш таймлайн больше не обновится до того момента, пока, например, вы в приложении где-то не укажете, что это нужно делать специально. То есть виджет сохранит то последнее состояние, на котором он был. Это, например, удобно, если, как Apple показывает в примерах, если вдруг вы торгуете акциями, и выходные биржи не работают, поэтому нужно одно и то же состояние оставить, например, выходного дня. И оно просто будет до следующего обновления. Следующий таймлайн релод-полиси – это ATTEN. Если мы представим вот наш таймлайн, и фиолетовый на слайде точки – это тайм-энтрии, то после самого последнего тайм-энтрии будет произведено обновление таймлайна. И это тоже удобно в специальных ситуациях, когда, например, вам нужно показать нескольких событий. После того, как эти события закончатся, у вас может что-то поменяться в приложении. Вы запросите новые данные, и после этого обновите таймлайн, и покажете новые тайм-энтрии. И последний релод-полиси, наверное, самый популярный, который я видел в примерах, и который сам использовал – это автор. Это просто мы указываем конкретное время обновления таймлайна. Несмотря на то, что у нас есть уже какие-то энтрии, например, здесь на слайде, ровно через два часа обновится таймлайн, соответственно, мы можем туда добавить новые энтрии. И благодаря вот этим вот релод-полиси мы можем конкретно работать с виджетами, подсовывать актуальные данные и так далее. Теперь, если вы вдруг будете читать после этого доклада официальную документацию FLA, то картинка справа не будет вызывать у вас страх, как у меня в первый раз, и, я думаю, станет чуть-чуть более все понятнее на ней. Еще, чтобы обновлять таймлайны, Apple в основное приложение, то есть ваше корневое приложение, добавило такую вещь, как виджет-центр, и у него можно вызвать функцию виджет-центр шарит-релод-таймлайн, и ваши виджеты все обновятся и покажут актуальное состояние, запросят вот эту функцию get-таймлайн. Это очень удобно, и, наверное, для reload-полиси-навер это единственный способ потом обновить виджет. Также при обновлении виджетов у них есть некоторые особенности на главном экране, например, если вы добавили ваш виджет на первую страницу, ту, которую вообще никто не использует и никогда бы не открывали, и система поймет, что и правда польза, если в нее заходит раз в сутки, то обновляться она будет немножко медленнее, немножко меньше на это ресурсов выделяться. Apple вообще, в принципе, оптимизировала такие вот ресурсные истории в работе с виджетами, я тоже в течение доклада об этом буду рассказывать подробно. И чтобы банально создать виджет, и чтобы вы были в курсе, это виджет-экстеншн, и ведет он себя в основном как обычные экстеншны, как notification-экстеншны, то, с чем вы уже работали. Давайте перейдем непосредственно к виджетам. Начну я с виджета шагов. В каждом виджете я буду стараться рассказать чуть-чуть про дизайн этого виджета, потому что есть некоторые особенности про работу с таймлайном этого виджета, и, в принципе, про особенности работы, когда я делаю каждый из виджетов. Первый виджет очень простой в плане дизайна, и он состоит лишь из градиента, текстового поля и вот этой арки с прогрессом, которые, например, заполнены. Сам градиент — это обычный лайнер-градиент. Спасибо Apple за то, что SwiftUI это делается буквально в шесть строчек, и не надо придумывать обертки, как я раньше был в ее ките. Но, к сожалению, во время разработки мои все превью и даже запуски на реальных девайсах вместо нашего прекрасного и красивого градиента показывали вот этот очень странный желтый. Как оказалось, что-то там закашировалось в превью, что-то пошло не так. В итоге помог перезагрузка девайса и X-кода. Но это выглядит очень странно. Я даже немножко испугался, что я, может быть, не различаю теперь цвета. Вторая вещь — это вот эта вот арка. Арка вызывается как шейп и прокидывается туда прост радиус и считается как одна четвертая круга, и мы ее заполняем. Но пока я делал эту арку, возникло несколько вопросов, и пока оправшись, я узнал о том, что, во-первых, SwiftUI почему-то 0 градусов не верхняя точка, как мы всегда привыкли, в отличие от ее кита, а направая — это 90 градусов. И второй пункт — то, что SwiftUI рассчитывает координатной плоскости не как мы привыкли с левого верхнего угла в ее ките, а почему-то с левого нижнего угла, как они вот тут сделали. И у меня ушло много времени понять, почему у меня там что-то не работает. Оказалось, это SwiftUI так рисует. Поэтому, если посмотреть внимательно здесь на код, то здесь добавлен, во-первых, апсет на 90 градусов, а во-вторых, точка начала смещена чуть-чуть вниз. Дальше непосредственно про таймлайн этого виджета. У нас есть сервис, который просто вытягивает количество актуальных шагов. Я, соответственно, сразу завожу таймлайн, в который кладу лишь один энтри. Это количество шагов на текущий момент времени. И я дополнительно прокидываю сервисную информацию о том, как раз-таки мою информацию о том, что нам пользователь дал разрешение работать с холст-китом, иначе я просто показываю заглушку на виджете. И поли-полиси здесь — это автор, и сейчас я расскажу про next-up-day-date. Но когда мы вот начали делать, мы сначала ставили просто раз в 15 минут полиси, и, чтобы вы понимали, сервис у нас — это обертка над Hellstorm. Мы запрашиваем шаги за текущий день. Если кто-то работал с холст-китом, то это обычный quantity type, step count. Но мы в 90% случаев получали ошибку, причем без разницы, ходили ли мы, давали ли доступ. То есть в самом приложении с такой же логикой все работает, а, например, в сервисе, который для виджетов не отдается. И я вам предлагаю минуту буквально над этим подумать, даже меньше минуты. Решение оказалось лишь в том, что сервис не отдает данные, если экран заблокирован, а виджет имеет право обновляться, если экран заблокирован. В итоге Apple дает нам ошибку, что я не могу отдать тебе данные, молодой человек, потому что, ну, извини, это sensitive data, на заблокированном экране как бы нельзя отдать, хотя виджет обновляется под заблокированным экраном. В итоге пришлось добавить такую переменную из loading succeed, когда мы высчитываем, если мы получили правильные данные и все отработало хорошо, мы обновляемся раз в 15 минут, тем самым показывая актуальные шаги. А если что-то пошло не так, мы обновляемся раз в 5 минут. И 5 минут — это минимальное время обновления, которое можно запросить у системы на обновление timeline entry. Небольшая совместность тоже с работой вообще с виджетами. У виджетов очень просто делаются диплинки. Это делается в одну строчку, и диплинк откроется в методе app-delegata, если вы работаете app-delegata, мы open.yull. Дальше, опять-таки, удобно на нашем случае и с нашими виджетами всеми оказалось обновлять виджеты, как только application.db.com.active, чтобы всегда поддерживать актуальное состояние. Возможно, в некоторых случаях в других виджетах это будет не так нужно, но для наших виджетов это оказалось очень удобно. Перейдем ко второму виджету. Это виджет фастинга, и он состоит из нескольких частей. Это как бы две таких арки. Одна показывает прогресс голодания, другая показывает прогресс времени, сколько можно еще питаться. Поэтому здесь, опять-таки, градиент я про него не буду рассказывать. Это вот такой круг вот с этими двумя частями, с градиентом в каждой части и просто банальный текст. Поэтому, опять-таки, здесь используются великолепные арки, и это очень удобно. Но как добавить градиент? И у Apple SwiftUI сделал удобную штуку, как англоградиент, который очень красиво как разки распределяется по кругу, и все это выглядит нормально. Но когда я начал это сделать, я использовал только path сначала, поэтому сейчас расскажу небольшое отличие от paths and shapes. На самом деле, path это очень похоже на CG-path, который вы все знаете с UI-китая, если вы работали с графикой. И это просто банальный набор инструкций, куда подвинуть точку и так далее. И это никак не кастомизируется, как оказалось. Поэтому есть SwiftUI вещь такая, как shape. Это протокол, который просит лишь один метод. Это path in rec. И в нее вы как раз покидываете нужный path. Он автоматически сайзится после того, как высчитывает вот этот размер, но он дает больше контроля. Поэтому, чтобы нарисовать эту арку, оказалось очень просто к этому shape применить два параметра, которые один trim. Этим параметром я вырезаю нужный прогресс в процентах, в ста процентах. А второй параметр это stroke, куда я передаю градиент, и все становится и выглядит красиво. Теперь расскажу про отчет даты, так как нам надо всегда показывать актуальную дату. И вроде бы я вначале говорил, что нельзя показывать ничего анимированного, нужно достаточно экономить ресурсы. Но, как видите, дата здесь отчитывается, отчитывается правильно. Опять-таки спасибо Plu и SwiftUI за то, что они добавили в этом году в текст такой стайл, как таймер. И в итоге весь отчет даты можно сделать в одну строчку, когда вы прокидываете вам нужную дату и просто ставите таймер. Все, система сама все делает автоматически, больше не нужно думать об этом. Теперь таймлайн этого виджета файсинга. Все очень просто. В сам таймлайн я прокидываю лишь одно entry. Это entry, в который я прокидываю наш объект файсинга, и дата его начала, тоже системная информация. Полисы здесь auto next update date. И next update date здесь высчитывается как просто минимальный из двух дат. Одна дата – это наше обычное обновление, что раз в 15 минут по нашей логике мы обновляем виджет, чтобы просто красиво отрисовывать вот этот вот прогресс. А вторая дата – это даты, когда мы обновляем виджет, зная, что пользователь поменяет сейчас стейк. Ну, например, он сменит цикл голодания на цикл питания. И нам нужно как бы перерисовать все, отобразить другой текст, поменять прогресс, заполнить новую арку и так далее. Но когда мы начали тестировать этот кейс, возникала такая ситуация, как на видео. Например, сейчас заканчивается цикл вот этого вот питания, и по идее все должно сброситься, все начаться заново, новый таймер в 16 часов. Но, как вы видите на видео, ничего не происходит. Просто таймер пошел дальше куда-то. Оказалось, решение в том, что система не сразу обновляет виджеты, и им нужно до пяти минут, а точнее специальному сервису кронат, который вот пять минут требует... Ну, у него занимает до пяти минут обновление виджета. Поэтому, если вы будете делать виджеты, и у вас какая-то sensitive data, у вас работа с конкретным временем обновления, имейте в виду то, что он лишь обновится в течение пяти минут, и, возможно, пользователь будет правильнее отобразить какую-то заглушку или придумать что-то еще. Вторая особенность, и просто тоже, чтобы вы знали, все данные передаются здесь между виджетом через апгруппу. Я думаю, если вы делали другие экстенши, вы делали то же самое. Здесь этот подход абсолютно применен. И третий виджет, и третья часть моего рассказа – это виджет блога. Еще раз напомню, у нас блог – это не реал-тайм какая-то история, и не реал-тайм обновления. А виджет блога здесь уступает больше такая лента наших статей, курсов. И мы лишь хотим пользователю показать, как много их у нас, что можно их читать. И состоит сам дизайн из картинки, из диммера, ну, затемнения, из двух текстов и из лога. И про лога я хочу отметить отдельно. Как вы видите, лога нашего приложения только на одном виджете. Связано это с тем, что Apple нам в Human Interface Game of Clients говорит, на самом деле не надо отображать лога, никаких там слов, никаких бетамарков. Это делать нельзя. Но потом же Apple рассказывает о том, что если вы вдруг отображаете контент, который как бы поставляет ваше приложение, то тут вы имеете как раз-таки полное право отобразить лога. Поэтому если вы будете делать виджеты, у вас будет такой же контент, как мы делаем со своими статьями, не забудьте добавить лога. Теперь немного про дизайн конкретно. Само изображение из оверлеем очень просто делается. URL image view на второй строчке – это обертка над обычным имейджем. Просто если ему удается с урла загрузить картинку, он подставляет эту картинку. А если нет, он поставляет плейсхолдер из картины, которые лежат в асетах. Оверлей – это опять-таки градиент, про это не буду говорить. Единственное, что само изображение обернуто в Geometry Reader, потому что ему нужно очень красиво попасть под размер самого виджета. Теперь и таймлайн этого виджета. Вкратце здесь достаточно много кода, но здесь очень простая логика. Я выкачиваю сети просто список всех наших статей и запускаю циклом их в таймлайн как раз-таки. Потом отдаю этот таймлайн с policy attend. И здесь две особенности. Во-первых, пришлось ограничить количество отдаваемых статей в таймлайн. И просто, чтобы вы видели, обновляю это все раз в 20 минут. То есть я каждому айтему добавляю 20 минут, и от текущей даты отчитываю это. Соответственно, в течение дня пользователя несколько раз обновляется виджет, и каждые 20 минут он видит какую-то новую статью, что очень оказалось удобным. Сам сервис, который все это делает, это обычный URL-квест. Ничего особенного, просто он написан с паблишерами и в стиле SwiftUI. И возвращаясь к теме обновления, и я сказал, что пришлось ограничить до 15 раз, это было связано с тем, что по какой-то причине, если вдруг я решил добавлять именно все наши статей, там больше 50, например, то в какой-то момент система переставляла обновлять виджет, и в какой-то момент пришлось искать, в чем проблема. Оказалось, что у каждого приложения есть такой бюджет, состоящий из 75 условных единиц. Это все, что я нашел, там, ребята, которые разбирались. Опять-таки, они же рассказали о том, что каждое обновление отнимает одну вот эту единицу, но система периодически добавляет 0,1, 0,2 иногда. Соответственно, виджет можно обновлять в среднем 80-90 раз за день, но почему-то, если добавлять в таймлайн очень много entry, виджет отказывается это делать. Возможно, сама система как-то регулирует расход ресурсов. За это, если что, отвечает сервис DUST. Может быть, кто-то реверсинг-инженерит или найдет так конкретно работает сервис, чтобы полностью понимать эту логику. И вторая особенность виджета, с которой я столкнулся, и которая попалась на глаза, виджет имеет ограничение памяти в 30 мегабайт. Если вы работаете с большим объемом данных, или, например, вы работаете с чем-то таким ресурсным, то это придется менеджерить. Но я пока занимался разработкой и просто тестировал различные варианты, случайно добавил картинку, которая у нас есть в проекте, здесь ровно 30 мегабайт. И в какой-то момент у меня начался крашиваться виджет. Для меня было открытием, конечно, что у нас есть такие картинки в проекте, но будьте внимательны тоже на этом этапе. Подводя итог, что хочется сказать. Виджеты как фича и как фича вашего, может быть, приложения, это очень удобно. Я сам пользуюсь своими же виджетами, я пользуюсь виджетами других разработчиков. Мне кажется, это очень интересное уведение. Если вы пользуетесь хотя бы одним виджетом, поставьте плюсик в чатик, давайте обменяемся какими-нибудь полезными виджетами, вдруг вы что-то новенькое себе добавите, или вдруг, наоборот, вы противник, тогда напишите тоже, интересно почитать. Что еще? Касаемо SwiftUI. SwiftUI позволяет делать очень быстро простые вещи. И, например, виджетов это казалось максимально удобно, что буквально три текстовых поля, что-то там на фоне накидывалось после какого-то минимального опыта уже буквально за час-два. И интеграция в текущее приложение проходит дешевно. Так было и на нашем опыте. Мы поддерживаем и 14, и 11 ойс, но каких-то либо проблем с тем, чтобы интегрировать данные, как-то связать основное приложение с самим виджетом я не испытал. Возможно, у вас будет другой кейс, но я думаю, что в большинстве случаев это и правда должно происходить бесшовно. Ссылки, которые используются в докладе про дабдап и ссылки, которые очень помогли мне во время разработки, находятся вот в этом QR-коде. Можете его скопировать. И, наверное, сейчас время для вопросов, но есть небольшой поскриптум. Мы в Elps ищем сейчас iOS-разработчика, поэтому, если вам интересно создавать такие же вещи, разбираться в новых фичах Apple, то мы будем рады с вами пообщаться. На QR-коде это вакансия сама, или можете просто написать Никите вот на этот Telegram, и там дальше уже обсудить с ним детали. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас я тоже у тебя покажусь. Ребята, пишите вопросы, пожалуйста, в чатик. Да, я верну по презентации. Презентация супер, очень интересная, очень полезная. Про виджеты раньше у нас не рассказывали. Давай, может быть, расскажем про аналитику вкратце. Да, я забыл упомянуть, потому что мы уже там в конце доделали аналитику. Мы решили измерить вообще, насколько пользователи хотят пользоваться этим виджетом, насколько им вообще это интересно. Аналитика сделана максимально просто, но, мне кажется, чем проще, тем лучше. Мы храним в тех же самых юзер-дефаутсах, апгруппы, просто состояние, открывал ли пользователь хоть раз один виджет, то есть запрашивал ли он таймлайн этого виджета, или запрашивал ли он превью этого виджета, когда вы выбираете виджет, у вас есть такие превьюхи виджетов. И после того, как у нас срабатывает этот флаг, мы это пишем в юзер-дефаутс, и на следующем старте приложения мы отправляем это в аналитику. Соответственно, тем самым измеряя, ну, насколько вообще виджеты нужны нашим пользователям, насколько они устанавливаются, просматриваются и так далее. Больше, кажется, вопросов не появилось. Тогда я, наверное, тебя отпущу. Ребята, пожалуйста, присылайте хлопки в чатик. Давайте поблагодарим Илью за доклад. Спасибо вам. Что могу вам пожелать? Делайте классные фичи. Можно с нами. Так, сейчас небольшая перебивочка будет. Я переключусь на свою презентацию.